Карликовая галактика 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 должна быть намного больше, чем масса обычной видимой материи. На самом деле, эти данные имеют большое значение. Дело в том, что по общепринятой физической модели развития Вселенной практически все крупные галактики, включая ту, в которой мы живем, должны были образоваться именно при слиянии нескольких карликовых. Однако на практике такие слияния очень трудно обнаружить. Большинство из них случились примерно тогда же, когда образовался наш Млечный Путь. То есть, много миллиардов лет назад. Расстояние от Земли до карликовых галактик в таких группах почти всегда составляет много миллиардов световых лет. А увидеть такие тусклые объекты на столь значительном отдалении очень сложно. Их затмевают массивные и яркие галактики, в которых слияние уже давно прошло. И карликовые галактики сейчас в основном можно увидеть в качестве спутников больших. Но поиски не прекращаются до сих пор. И спустя какое-то время дают прекрасные плоды знаний. К примеру, помимо телескопа Хаббл, команда астрономов подключила к работе аппарат Легус. И, используя их суперсилу обнаруживать излучение как видимом, так и невидимом спектре, исследователи смогли сделать невероятно детальные снимки отдаленных уголков Вселенной. В течение целого года они работали с камерами телескопа, чтобы обследовать различные аспекты ближайших к нам галактик, включая звездные скопления, спиралевидные рукава и даже отдельные звезды. Фактически перед нами самое подробное собрание космических источников светового излучения за всю историю астрономии. В результате исследователи проверили 50 галактик. Объединив новые данные с архивными и наложив изображения, специалисты создали подробную и детальную карту звездного неба. И, как оказалось, ультрафиолетовый свет является основным индикатором самых молодых и самых горячих звезд, благодаря которому астрономы могут вычислить возраст светила и проследить всю историю звезды. Особое внимание было уделено карликовым галактикам, в которых, несмотря на малый размер, все еще сохранялось активное образование звезд. В итоге в каталог вошло более 30 миллионов звезд, причем все они минимум в 5 раз больше нашего Солнца. Возраст звезд колеблется от 1 миллиона до нескольких миллиардов лет. И самые молодые, отчетливее прочих, видны в ультрафиолетовом спектре. Тут и была найдена та самая необычная карликовая галактика DDO 68, которая находится в 40 миллионах световых лет от нас, в созвездии Льва. Суммарная ее масса составляет около 100 миллионов солнечных масс, то есть лишь одну тысячную массы нашего Млечного Пути. Эта крохотная звездная система известна прежде всего крайне низким содержанием элементов тяжелого гелия, что характерно для некоторых совсем юных галактик, в которых только-только началось активное звездообразование. Ранее считалось, что и в DDO 68 дела обстоят так же, и звездообразование там началось примерно 100 миллионов лет назад. Для галактики это довольно малый срок. Однако детальные исследования позволили найти в основной массе звезд, действительно сформировавшиеся от 100 до 10 миллионов лет назад группы более старых звезд возрастом не менее миллиарда лет. Казалось бы, это плохо соотносится с низкой так называемой металличностью галактики, потому что чем дольше в галактике идет активное звездообразование, тем больше там должно накапливаться тяжелых элементов, которые возникают в идущих внутри звезд термоядерных реакциях и выбрасываются в пространство. Когда звезды умирают, взрываясь сверхновыми, одно из возможных объяснений состоит в том, что тяжелые элементы уносятся в космическое пространство галактическими ветрами. Более того, заинтересовал и своеобразный хвост этой галактики, тянущийся влево. Он содержит в себе и звезды, и газ, и мог появиться в результате приливных эффектов, которые в свою очередь создаются из-за гравитационного взаимодействия с другими галактиками. Наблюдения на Большом бинокулярном телескопе позволили выявить рядом с галактикой DDLO-68 несколько маленьких слабых спутников, состоящих также из газа и звезд. Это удивительно, поскольку эта галактика изолирована, то есть не состоит в крупном скоплении галактик, как остальные, а находится в ойде или, как еще называют, в пустоте. Да и вообще, для карликовых галактик не характерно наличие спутников. Вероятно, взаимодействие с ними и привело к появлению хвоста у DDLO-68. Масса спутников предположительно составляет около 100 тысяч солнечных масс. Примерно такими же параметрами, или даже чуть большими, обладают самые слабые из наблюдаемых спутников Млечного Пути. Эти маломассивные галактики с низкой светимостью считаются ближайшими к нам аналогами самых первых галактик во Вселенной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok